Всем привет, я Элли Ди, снимает Кирилл. Всем привет! Там моя грызущая рога северного оленя собака Джина. Или лизущая рога, я даже не знаю. С канала Элли Ди Пэтс. Я сейчас на 28-й неделе беременности. И сегодня будет видео о том, как мы назовем нашего малыша. Выбираем имя. Сейчас на моем канале начинается самое интересное, потому что совсем скоро здесь появится еще и малыш. Поэтому подписывайся на канал. А мы начинаем. Я хочу, чтобы вы помогли мне. Помогли мне выбрать имя для нашего малыша. Поэтому основная цель этого видео будет это собрать с вас максимальное количество ваших предложений по имени для нашего сыночка. Мы ждем сыночка, если кто не в курсе. Как чешет собака. Но прежде чем вы напишите комментарий под этим видео, в котором вы предложите ваши варианты, я попрошу вас досмотреть этот ролик до конца, чтобы вы поняли, на что бы я хотела ориентироваться в выборе имени, чтобы повысить шансы того, что я выберу именно тот вариант, который предложите вы. Ну, первое, как вы поняли, это мужское имя. Это имя для мальчика, потому что мы ждем сыночка. Если вы не видели видео о том, как мы хлопали шара с цветным конфетти, который улетел от нас прямо под потолок этой комнаты, обязательно посмотрите это, когда смотрите этот ролик до конца. В видео есть реакция, наша реакция с Кириллом на УЗИ в тот самый день, когда мы узнали, кого же мы ждем, мальчика или девочку. Еще также можете посмотреть уже первые покупки для малыша. Короче, мы уже вовсю готовимся к его появлению. А вот с именем все еще не определились. Кстати, не все покупки войдут на YouTube. Часть из них я покажу только в Инстаграме, поэтому ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Обязательно присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. Итак, какое же должно быть это мужское имя? Прежде всего, оно должно быть редкое. Я ни в коем случае не хочу, чтобы оно с кем-то совпадало, потому что это не очень круто. У меня у самой редкое имя. Меня зовут Элеонора, мое полное имя. И я с самого детства, еще, наверное, с детского садика безумно гордилась тем, как меня зовут. Почему? Потому что меня никогда ни с кем не путали. Я всегда запоминалась этим. Ну, как-то выделялась среди всех. Даже вот просто своим именем. Мне очень нравилось свое имя. И я всегда знала, что редкое имя – это круто. От этого больше плюсов, чем каких-то минусов. Ну, разве что там ошибки иногда в редких именах делают, трофографически, знаете, это... Короче, имя должно быть реально редким. Это, кстати, не только мои мысли. Это и мысли Кирилла в том числе. Мы с ним схожи, поэтому я как бы вам буду рассказывать о наших, так сказать, критериях, наших взглядах. А вы уже подберете нам какое-нибудь подходящее имя. Следующий важный критерий – это не должно быть имя, которое, ну, совсем уж такое прям иностранное. То есть оно не должно быть арабским, например, китайским, американским, каким-то таким, короче, каким-то совсем таким нам несвойственным, потому что мы все-таки говорим на русском языке. И я хотелось бы, чтобы это имя, ну, адекватно как-то вливалось в русскую речь и как бы адекватно сочеталось с отчеством Кириллович. Кстати, о сочетании имени и отчества. Это тоже очень важно. Имя должно таким образом подходить к отчеству, чтобы у тех, кто будет произносить имя нашего ребенка или когда он уже вырастет по имени-отчеству, чтобы у них не заплетался язык. И чтобы это было как-то, ну, запоминалось просто. Вот среди иностранных имен есть нормальный. Вот Джина, например, мне очень нравится это имя. По-моему, очень даже хорошее. Подписывайтесь на мой канал о питомцах Эли Ди Пэтс. Там тоже выходят ролики Джина ездила в ветеринарку, в карантин, между прочим. Смелая собачка, она писалась даже в машине. От страха, от смелости. Ссылка на Эли Ди Пэтс в описании под видео. Следующий критерий – это должно быть имя... Как я это называю? Не в лаптях. Что в моем понимании имя не в лаптях? Не старославянские имена. То есть я тут говорю с одной стороны о том, что это не должно быть слишком иностранное имя, но с другой стороны это не должно быть какое-то очень старославянское, старорусское какое-то имя. На самом деле мы уже с Кириллом пересмотрели все святки. Ну, кто знает, это как бы имена святых православной церкви. Просто по списку вот так прошлись. Ну, вот не нравится мне ни одно имя. Хотя, конечно, есть везде исключения. И, может быть, вы подберете какое-то такое более-менее. Ну, короче, имена в лаптях такие вот прям очень... Ну, мне они не очень нравятся. Среди них мне нравится только имя Кирилл. Но, как вы понимаете, мы уже отмели этот вариант Кирилл Кириллович, потому что это как-то немножко странно, как будто бы у нас не хватило фантазии придумать что-нибудь оригинальное. Для этого мы с вами здесь и собрались, собственно, чтобы мы не назвали в итоге нашего малыша Кирилл Кириллович, понимаете? Следующий очень важный момент. Это имя должно быть мужественным. Не должно быть легкомысленным каким-то, оно должно быть реально вот таким смелым, мужественным, громким. Почему? Потому что те, кто смотрит мой канал, они знают, в каких условиях был зачат этот ребенок вообще. Если вы не знаете, как я узнала о том, что я беременна, где я узнала? Я узнала об этом в отделении полиции. Я рассказала эту историю. Кому будет интересно, потом обязательно его посмотрите, потому что этот случай реально вот на миллиард. Поэтому мне кажется, что в тех условиях, в которых он был выношен, это реально только вот, реально защитник такой вот. Еще это и ситуация о том, что я невиновный. Как-то это все... Какое-то дело вообще просто фейковое, такое раздутое. Имя должно быть соответствующее, понимаете? Следующий важный момент. Это не должно быть какое-то странное или забавное имя, которое... Вот я сейчас прочитала, были проведены исследования среди студентов, обладателей странных и забавных имен. Так вот, среди них в четыре раза чаще подались те, кто страдали от неврозов и были предрасположены к развитию различных комплексов. Ну, то есть, типа, имена из разряда солнце, свет, львиный рассвет. Не надо-то как бы такое предлагать. Есть такие варианты, можно типа там погуглить, просто реально люди называют там... Ну, нет, не надо. Еще один критерий. Это не должно быть имя, которым могут называться как девочки, так и мальчики. Но это должно быть такое конкретно мужское имя. Еще такой вот момент. У каждого имени есть какое-то значение. Соответственно, значение имени нашего малыша, оно должно быть, ну, каким-то подходящим. То есть, это не должно быть из разряда кто-то там землепашец или кто-то там дровосец. Ну, короче говоря, серьезно. Вот если вы наберете какое-то имя и посмотрите, что оно означает, перевод его, то там коротко будет какое-то вот обозначение. Оно должно быть адекватным. Ну, и вы, когда будете сейчас писать в комментариях ваше предложение имен, вы пишите сразу коротко, что обозначает это имя, ну, то есть, как оно переводится. Я прочитаю все ваши комментарии, все ваши предложения. Обязательно это сделает и Кирилл, потому что все-таки отец должен утвердить это. Ну, а то, как же мы все-таки назвали нашего малыша, вы узнаете, когда он уже родится. Потому что, ну, так вот положено делать. Зачем рассказывать об имени малыша, когда он еще не родился. Вдруг мы передумаем самый последний момент. Вот посмотрим на малыша, вот традиционно. Мы такие, эх, нет, вот так назовем. Не забываем о том, что сейчас еще идет карантин, и, возможно, это тоже как-то повлияет на выбор имени. Я не знаю, просто в каких условиях будет рождаться наш сыночек, потому что неизвестно, когда закончится эта пандемия. Вообще, закончится она когда-нибудь или нет. Короче, я об этом порассуждала в ролике о том, что я реально боюсь рожать в карантин. Можете тоже посмотреть этот ролик вместе с покупочками. Ну, и не забудьте оставить комментарий под этим видосом. Подписывайся на канал, и увидимся в новых роликах, которые выходят сейчас часто. Пока!